Министерство Едукации и Културе Министерство Едукации Министерство Едукации и мы должны выполнить несколько паций, один из них, который является и бороться с violенцами. То есть, какой был момент для создания этой картины? Я думаю, что мы можем найти в этих планах обязательное обязательство, которая будет так же формулировать. Вообще, проблема в школе, это проблема comunа. И мы имеем в Модиану 1, который показывает, что феврале 10-летнего ребенка в институте в школе, в школе, И это проблема на уровне global, и мы не можем делать экземптии. С ситуацией в которых институты и инвыцамент реакционируют, в которых дети становятся violentы, и мы должны развить воспоминания про-соciale. Мы будем с помощью институты и инвыцамент, потому что она создается в медиу приятенос для инвыцаря, так что она помогает ребенок, чтобы воспоминания развиваться и реакционируют и реакционируют на проблеме и повышение, которые они не могли бы иметь. Скажите, что информация в этой карте? И это карте для инвыцаря или для детей? Это карте, которая в первую очередь, а помогает институты и инвыцамент, которая дожит, чтобы се лопать с феноменом вецаменте, которая дожит, чтобы помогать ребенок в ситуации, в следующий раз, который является обозами, это гид методологическим, который в том, что мы бинем, который аратитинный алгоритм для того, чтобы осуществить, в первую очередь. В первую очередь, о том, что у нас есть факторы externи, и факторы internи. В этом обозначение, предоставления норматива, обязательные, репартизация атрибустиилами, так как то, что то есть, и что-то обозначение, о том, и обозначении, обозначение, в которой ребенок использует методы нон-виоленты для реакции, для импутернити ребенок, для того, чтобы сделать ситуацию сложную сложную ситуацию. И отчимаем в этой книге то, что цитает «Преднение» и ajутаем института «Инвыцамент» при механизме интерне для того, чтобы адаптировать рекомендированные здесь, для того, чтобы обучить и обучить, чтобы обучить и проверить другие структуры, в которых это нужно. Но я не понимаю, есть ли это карта регули? Или мы можем видеть нищие примеры? Я, например, представляю ходу в школе-оу-оу-зрабoms Buицких-чапицы. с помощью сочинения партилей implicат в violенце, сочинения для всех, для того, чтобы понять, что они были более более, которые были умерили. Мы говорим и обоединения организации института в степени, мы говорим и обоим методов, и мы можем помочь с помощью ассистенции от всех этих participателей в процессе, но и с помощью операции interсекториев в степени в степени о том, что мы будем делать violенцам. Мы говорим и литература рекомендов, мы говорим и рекоменды для конкретных сезонов. А здесь о том, что мы будем использовать рекоменды, чтобы оформить дискриминание в элево и ангажащих. Программа для того, как и активно проявляют, чтобы оформить климат психо-социал в скором преимении военности. Программа для активных дел для преимения военности и продам программы для семинарии, для тех, кто участвует в передаче, а также дидактика в институте. Мы будем использовать на проблеме, то что это необходимо, в организации учебного изучения К dessus быть заняты, чтобы то, чтобы улучшить стабильный новый и защищать свой мир, но и чтобы понять, как ему react圖 в вирус, в каком со стороны, ниже это случается. В пятом случае говорим о сезоне выражения, разнообразно нижней в которых, это говорится о больнице, Когда родитель на ученых, когда ребенок разнообразен в класе, когда ребенок из-нашел, когда он суферся от своей äтени degree, Продолжение следует... 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 Я украдка дзвин ану до лу-мии паэс-презичин. Корреспоннике, фейкаря ау шаси паринтия. Эн Република Молдова. Ракнежьте салком. Пуатесы... Манифесты у виоленца психологика, вербала. Пуатесы. Дар фейкаря ау патра паринтия дин Република Молдова поатес керши Поляскай пеякупио. Дин кауза часты еу тоточ влялся штил мутивол, Что вы думаете, это эдукация, это эсерация, это проблемы, или все три проблемы в этих отношениях? В этом году, я хочу сказать, что это касается факторов, которые определяют violенство. И мы referим здесь на каждую категорию, в частности, в частности, в частности, в социале, в социале, в социале, в социале. Все эти аккумуляторы, которые получают ситуацию. Зарапут, в частности, это, в частности, у меня проблемы, или в частности, в частности, а что по-моему, Спасибо. Рассказка решает что у школы приятеносов, и в момент в который мы узнаем эти факторы, мы помогаем о том, что именно это проблема для нас, или в группу конкретных рисков, что именно это влияет. Не думаю, что мы можем иметь отдельное решение об обучении проблем, Но мы говорим о том, чтобы мы ускорять за что-то, чтобы нашлить, чтобы мы вернемся в целом, в целом. Возвращая идея у нас, по-моему, не надо... Я понимаю, что книжки и семинарии дают, но по-моему, это нужно переменять отношения по-моему, потому что все они не comportы приятнее, с детей. Субтитры создавал DimaTorzok Это помогает, потому что мы снимем точки зрения о том, где мы имеем конвенции, и через методы и экземплеи позитивы, через ситуацию, через ситуацию, через ситуацию, из-за сложного случая, мы можем понять, что это возможно и так, что ты послужил, что ты послужил, что ты послужил, что ты послужил, где есть и я думаю, что мы сможем успеть, что когда мы видим, что мы видим, что мы понимаем, мы можем transmitить специалисты, И важно это сделать что-то привести в среду, чтобы обеспечить клиентов, и это важно, чтобы обеспечить клиенты, в классе, где дети понимают себя хорошо, и это очень просто просто для того, чтобы обеспечить клиенты, потому что вы должны быть в состоянии в состоянии, в который случается, что у ребенка будет intimidать от коллеги, профессор должен посмотреть этот вопрос и интервать об этом, обеспечить все эти дети, понимать, что это причина. Потому что, однажды, могут быть реплики, но если они репетят, последовательные будут grave. Буллинг не будет тратить себя на себе ситуация Но мы знаем, что ученицы должны сказать, что существует ситуация, и декларировать о ситуации. Но в большинстве школы, которые находятся в Молдово, люди не хотят говорить об этом, они решают решить проблемы в институте. Как вы думаете, это ситуация будет или не будет для нас? Потому что мы можем сделать эту школу и решить проблемы в себе? Или почему? Ученицы должны сказать, что это означает, что школа имеет свой образ не приятный. Мы говорим о ситуации у ребенка, который является victimом абуза. Он требует нужной помощи. Ученицы должны быть ученицом абуза. Но если мы говорим о сезоне, то если мы говорим о сезоне, то требуют связи специалисты, которые могут быть этим. В любых случаях, у детей в обуви граждане, у детей в обуви граждане, потому что требуют органические учреждения для учреждения, чтобы учить виноват, чтобы проверить ситуацию. И поэтому мы не говорим о том, что у учреждения в институте учреждения. У нас сегодня мы говорим о том, что школа не пастетет ретиченца, чтобы обуви граждане. И школа становится более дешевым. И школа се гадеет на бунстареа пилу, в первую очередь. Но, как журист, скажите, что есть ситуация, например, мы все ищем по стране. Мы видим, что есть у ребенка 5 лет и есть мама. Когда у ребенка не нравится что-то, она начинает плавать, но она не помогает, но она даже не помогает, но она не помогает. Она может быть нервов, эмоции, не знаю из-за чего-то. В моменте этого, это нормально или нет? Конечно, нет. И любой человек, который находится близко, может осознавать органические учреждения. И именно так? Прямо об этом вы имеем положении. Прямо о том, что мама попилу требует внимание, потому что это невозможно уlord реча по 4 лет. Прямо здесь, я говорил, про что-тоants, мы говорим об эмоции, про эмоции с прошлого января. Прямо, у нас уже все было не думать, пока ваши проблемы с оттенцией. И не говорим в эмоции с помощью пану. Но что вы можете сказать об интернет? У нас есть методологии, семинарии, университетов, которые должны быть инструированы. Но, опять же, ребенок приходит домой, он смотрит на интернет, и он смотрит все видео о violенце, или, не знаю, все фильмы из Холлиуды. У нас есть программы очень хорошие, и мы рекомендаем все родные программы, и мы рекомендаем все родные программы на компьютерах. И это первый фактор, который мы помогаем. И, естественно, это контрол парентал, контрол, контролирование, и кредение, когда ребенок навидеет он, требует быть в отношении парни-копил. Я понимаю, что мы не имеем никакой контрол, который происходит в интернет, и все зависит от парни, которые должны быть в отношении парни, чтобы он видит что это не регулирует. А, как и в отношении парни, мы говорим об обучении детей. У ребенка вовремя что это хорошо, что это хорошо, что это не так, что это возможно, что это возможно, что не возможно. Продолжение следует... Le vezi și neintenționat, dar contează să avem comunicarea cu fiecare copil, ce căutăm pe internet, ce folosim internetul, până unde ne ducem acolo și să reușim să selectăm informația, care informație este utilă pentru noi și ce informație pe internet este dăunătoare, o să pierde timp pentru noi și o să ne influențeze negativ. Asta ține de educarea copilului care este împuternicit să ia decizie de sine stătător. Atunci când eu văd un mesaj, îl citesc, nu îl citesc, ce atitudini am eu față de acest mesaj, am încrederea suficientă de a discuta cu părinții despre acest subiect. Dar ce poți să fac părinții care sunt plicați peste hotare și copilul este lăsat în plionul cu bunică, care nici nu înțelege ce înseamnă internet? În momentul în care este cumpărat computer pentru copil, se instalează programa de control parental. În momentul în care copilul are un computer, are Skype, comunică, nu aș vedea cea mai mare problemă în comunicarea la distanță. Important să existe comunicare, să existe aspectul de încredere. Important este să știe copilul ce poate să găsească, ce nu poate, ce este important pentru lui și așa mai departe. Este vorba despre niște limite care sunt și în viața reală, dar și în gea virtuală. Există vreau un portret de copil care este în grupul de risc? Sunt categorii de copii care sunt mai vulnerabile, dar aceste categorii ne ajută pe noi la o etapă de prevenire secundară, pentru că noi lucrăm cu fiecare caz concret atunci când un copil a fost abuzat și aici pot să zic că orice copil poate fi victimă, indiferent, fiecare persoană poate fi în rol de victimă. Acum sunt anumiți indicatori psihocomportamentali care să ne arate acest lucru. Categorii de copii în situații de risc avem indicate în legea 140, prin la protecția specială a copiilor în situații de risc. Avem reiterate aceste categorii și lucrăm în mod aparte atunci când copilul are niște genințe educaționale speciale, atunci când copilul este rămas fără îngrijirea părintească, atunci când copilul a fost deja victima abuzului anterior. Nu neapărat familie vulnerabilă, socialmente vulnerabilă. Nu neapărat starea materială să fie un indicator, pentru că copilul este abuzat în familie. Dar dacă este stare civilă, ră, hai să spunem așa, nu este banii în casă, Părbatul începe să utilizezi un pe pacocon. Probabil că vorbim și despre stereotipuri. Cazuri de violență se întâmplă în familie, indiferent de venitul materialul acestor. Am înțeles. Dar dacă copiii mint, special, spre exemplu, sunt cazuri când nu le place pe pedagog, nu le place pe învățător și ea poate să sună la orice direcție și o să spună că eu sunt violată psihologic, e pur și simplu că se face rău pentru învățătorul acesta. Dom'le, puteți să veziți? Pot să vă zic din experiența mea că am văzut puține cazuri în care copiii mint despre cazuri în care sunt victime. Nu este foarte plăcut să vorbești despre tine în rol de victima. De obicei, copiii spun adevărul și copiilor le ia mult timp ca să aibă încredere într-o persoană în care să le comunice despre. Noi încercăm să discutăm cu fiecare copil și, da, psihologii au instrumentele lor cu care să recunoască dacă această informație este una sinceră și până unde este sinceră, dacă nu au intervenit exagerări sau invers, anumite aspecte sunt ascunse. Deja aici avem serviciile de asistență psicopedagogică și avem psihologii care lucrează cu acel copil care ne-a comunicat informația pentru a o verifica și prin intermediul copilului, dar avem și alte surse indirecte care ne ajută să identificăm aceste cazuri. Dar dacă copilul a mințit, legea spune ceva despre asta? Adică eu să fie vreun... Nu este vorba despre consecințe sau îl speriem pe copil că dacă. În toate cazurile trebuie să ne descurcăm de ce s-a întâmplat asta, cum s-a întâmplat aceasta. Educația non-violentă nu înseamnă o educație care să-l lase pe copil în afara urcării răspundere pentru fapta proprie. Educația non-violentă este bazată pe metode pozitive de disciplinare și în mod evident sunt limite în comunicarea noastră cu un copil pe care maturul trebuie să le cunoască și să stabilească în așa fel relația încât copilul să fie conștient că dacă o să încalce anumite reguli o să survină și o pediapsă. Important este ca această pediapsă să nu fie una violentă, degradantă pentru copil și să nu îl intimideze și să creeze stare inversă care să-l provoace să vârșească și alte fapte și mai urâte decât primele. Noi cu toți știm că în modul o violență fizică este strict interzisă, da? Dar cei cu o violență psihologică? De asemenea, dacă un cadru didactic o să manifeste violență fizică sau psihologică cel puțin o singură dată, avem temei de eliberare din funcția acestuia. Respectiv, violența psihologică de asemenea fiind interzisă poate să aibă consecințe și mai grave decât cea fizică și este și mai greu de a-i identifica. Dar violența psihologică e ca toți copiii și părinții care ne umăresc acum că să știe asta ce înseamnă? Că copilul nu simte prea bine, că fiecare dată el este cu părinții răcnești sau care este? Poate fi violență verbală, poate fi și indiferență, poate fi și neglijare. De obicei este, iarăși, un cumul de indicatori care ne arată că acest copil este supus unei violențe psihologi. Este intimidat, este înjosit, diferit poate iarăși să se manifeste. Nu neapărat că ar fi o instrucție care să ne zică iată, aici, până aici este sau nu este. În multe cazuri se manifeste anume pre repetare de astfel de acțiuni care intimidează. Nu mi-ați făcut o carte pentru învățători, dar totuși am vrut să întreb despre, nu știu, vreau un gadget pentru copiii, fiindcă cu tot să știm că acum copiii nu prea mult citesc cărți și avem Circle 21 care este plin de gadget-uri și de telefoane mobile, poate există vreo intenție să face vreun gadget pentru copiii, ca ei, pur și simplu, poate să încarcă gadget-ul acesta la telefonul mobil și o să știe ce înseamnă violență. Venim în acest ghid și cu niște surse online pe care le putem consulta și inclusiv acele surse online ne oferă și alte instrumente. Acum mi-am omitit despre provocările lui Dragoș, care le oferă Centrul de Informare și Documentare privind drepturile copiilor. Este o aplicație unde putem să ne informăm ce face un băiețel de vârstă cu noi în cazul în care este spus unei provocări și ea este asemănătoare cu a noastră. Dar unde putem să găsim aplicația această cu Dragoș? Pe site, pe demadres aici, nu este o problemă. În sensul că putem să găsim astfel de aplicații pe care le dezvoltă diferiți parteneri și care sunt utile pentru copil. Cred că ar fi și altele. Nu știu dacă aș da acum o listă, dar în momentul în care copilul este interesat să găsească o astfel de informație, în mod favorabil, avem mai multe surse de unde ne putem inspera. Dauna, sănă, eu vă mulțumesc pentru a conversațiă interesantă și vă dăresc toti ce le buũe. Mulțumesc de asemenea.